Великий Новгород Великий Новгород Великий Новгород Великий Новгород Больше всего, наверное, история меня волнует, хотя есть дорогие книги, которые при моём участии выходили, с моей помощью выходили. Такие книги тоже есть. Но, тем не менее, больше всего я люблю Виктора Смирнова, его работы «Все о городе». И, наверное, самая последняя книга мне больше всего порадовала, поразила это «Россия в бронзе». Его последнее издание было. Второе это издание. Первое издание у меня есть и второе издание. Потому что она, во-первых, намного объемнее стала, она очень красочная. Ее читать приятно, даже в руках приятно держать. Там столько много информации. И очень много вот этих фотоснимков, где наглядно можно не просто теоретически прочитать, то, что там изображено на нашем великом памятнике. А можно прочитать об этих людях, как раз о их жизни, о их вкладе к новгородику. За свою жизнь я прочитала очень много книг. И в том числе книги, посвященные искусству. И вот в прошлом году в Новгороде мне попала случайно, абсолютно для начала книга Бориса Будницкого, художника, архитектора, скульптора, преподавателя университета нашего. И что меня поразило? В общем, герой в этой книге один. Памятник тысячелетия Руси. И меня удивило то, что это, с одной стороны, была огромная научная работа Бориса Будницкого. Но, с другой стороны, она была написана таким ясным, прозрачным, хорошим литературным языком, а в некоторых отрывках ну, просто лирика. Как можно вот бронзовому какому-то изделию, скажем так, пусть это очень высокого уровня изделия, посвятить такую книгу и истории каждого автора, истории каждого сюжета. Это было настолько интересно, что, в общем, в Союзе писателей в Новгородском региональном отделении мы посоветовались и Бориса Будницкого приняли в Союзе писателей. История и культура Новгорода столь многогранна, что трудно выделить какую-то одну книгу о нашем городе. Мне бы хотелось сказать вот о нескольких книг, по-моему, наиболее значимых. Это «Макарий Миролюбов. Археологическое изучение древности великого Новгорода». Книга, которая была издана в 1862 году и которая, по-моему, не потерялась при актуальности по сей день. И «Амбросия Юшкевича». Книга, главным редактором которой был Евгений, митрополит Евгений Болховитинов. Книга «История российской иерархии». Это многотомное издание, которое тоже не потеряло своей актуальности до сегодняшнего дня. И очень многие специалисты, занимающиеся вопросами истории и культуры Новгорода, продолжают и сейчас в общем-то работать с этой литературой. Вот из сегодняшних изданий, изданий современных авторов, я бы, наверное, выделила труды Артемия Владимировича Арцеховского и Валентина Лаврентьевича Янина, посвященные исследованиям нашего города. И книг, которые издаются сейчас к юбилею Новгорода, я бы, наверное, особо выделила каталог архитектурной наследия великого Новгорода. Одна из важных книг изданы здесь, в Новгородской области Российской Федерации книга памяти всех тех, кто в годы Великой Отечественной войны погиб на Новгородской земле. На Волховском фронте книга играет большую роль в том, что надо найти какой-то материал. Вспоминаешь о тех событиях, которые происходили, кто командир полка был, в какой части Волховского фронта мы находились в 42-м, в 43-м, в 44-м году и так далее и тому подобное. Очень много и список большой командиров дивизии, здесь есть, можно найти и многое, многое другое. Одним словом, это настольная книга, почти можно прибегать по любой, по любому справочному материалу. Поэтому она ценна для меня, я ее храню и она у меня является настольной книгой, так же, как и те книги, которые, книги памяти, и та, и другая. У Дмитрия Михайловича специальной такой книги о Новгороде любимой не было. О Новгороде он читал очень много, читал и летописи, естественно, читал разные народные какие-то там былины, собирал их, которые потом позднее в его сборниках были на баллад, были опубликованы. Но очень любил труды академика Янина, пользовался ими для написания каких-то своих работ и ценил книгу Виктора Григорьевича Смирнова о памятнике тысячелетия России. Назвал ее уникальной, говорил, что замечательная книга, которая вот нужна, которая очень полезна и, так сказать, поучительна для людей разных. Ну, а у меня не в силу того, что, так сказать, написал ее Дмитрий Михайлович Балашов, а о Новгороде любимая книга Марфы Посадницы его Балашова. У нас на кафедре недавно вышла очень интересная монография, которая называется «Новгородский край в русской литературе». Очень советую всем почитать. Почему? Аргументов много. Во-первых, потому что это наша собственная новгородская монография, вышедшая на кафедре и созданная коллективом кафедралов. Ну, ответственные редакторы Кошелев, которые, собственно, инициаторы издания этой книжки. И вместе с ним Терешкина и Игошева, наши преподаватели, они всю эту книгу посмотрели сначала до конца, все выверили, все там правильно, ни одной перепутанной даты. Поэтому очень советую всем ее читать, особенно учителям и школьникам. Моя любимая книга о Новгороде, это, ну, в принципе, у меня их несколько. Это, наверное, прежде всего произведение Дмитрия Балашова, в которых он рассказывает об истории Новгорода, о жизни новгородских князей. И, в принципе, одна из любимых, это книга о Марфе Посаднице, в которой, в принципе, он по-своему излагает историю, которая уже была рассказана Николаем Михайловичем Карамзиным. Сложно говорить об истории, насколько достоверные сведения в ней представлены, однако в этой книге представлен достаточно интересный взгляд на данные исторические события. Ну, и думаю, что эта книга один из лучших примеров новгородской литературы. С моей точки зрения, как историка и как новгородца, одним из самых важных изданий, которые появились к юбилею города, это особенно ценно, потому что мы подводим некоторые итоги 1150-летия истории города, является изданный совсем недавно, буквально в прошлом году, каталог архитектурных памятников Новгорода. Причем это не только описание церквей, их планы, разрезы, это подведение итога деятельности новгородской реставрационной школы, которая является одним из, может быть, самых ярких явлений российской культуры 20-го столетия. То, что в Новгороде после военных разрушений реставраторам удалось поднять из руин десятки древнейших храмов России, привести их не просто в хорошее состояние, а сделать так, чтобы они еще были доступны для посещения, а главное, опубликовать материалы исследований, потому что это, пожалуй, самый важный вклад в изучение донерусского зодчества, сделанное за последние 150 лет. Каталог сам по себе очень хорошо структурирован, в нем сошлись авторы, которые лучше других знают, особенности новгородской архитектуры, непосредственно участвовали в реставрационных работах и мне просто радостно за них, потому что они успели сделать самое главное, сделать свою работу доступной, понятной всем. Эта книга, как нам говорили, ее издатели вообще заслуживают государственной премии, я надеюсь, что может быть это как-то и состоится. И сам по себе каталог может быть и пособием для школьника, студента, и интересная книга для туриста, которому хочется узнать о Новгороде чуть больше, чем в обычных путеводителях и буклетах. Поэтому этот каталог, с моей точки зрения, один из лучших вариантов вообще пропаганды Новгорода, его культуры, архитектуры и ценностей его как одного из древнейших городов России. Из всей обширной литературы о Великом Новгороде, которая выходила на протяжении очень длительного времени, можно сказать, столетий, хотелось бы отметить энциклобедический словарь «Великий Новгород», который вышел недавно и приурочен к юбилею нашего города. Главным научным редактором этого издания является академик Валентин Лаврентьевич Янин. Почему хотелось бы выделить именно это издание? Дело в том, что там содержится наиболее современная информация обо всех сокровищах, которые находятся здесь, на новгородской земле, причем говорится не только о памятниках, об истории, но и о культуре древнего Новгорода в ее комплексности, то есть во всех составляющих, от самых серьезных каких-то крупных аспектов до мелких бытовых предметов и так далее. И вот эта целостность, которая всякой культуре свойственна, в данном издании раскрывается с наибольшей полнотой, что и обусловило то обстоятельство, что на вопрос о книгах о Новгороде я дал такой ответ. Ну и одновременно с этим большим изданием хотелось бы два слова сказать о маленькой книжечке, которая вышла в 2006 году и посвящена тому храму, который мы сейчас видим вот за моей спиной. Это церковь святого Иоанна Богослова на Витке, построенная в 1384 году. И вот как большой энциклопедический словарь комплексно освещает всю историю и культуру Великого Новгорода и его земли, так и эта книга рассказывает о различных сторонах истории, исследования и современного возрождения данной церкви. И очень хотелось бы в заключение выразить пожелание, чтобы каждый новгородский храм, монастырь, памятный дом, какое-то место, связанное с нашей историей, которыми так богата наша земля, имела такие же подробные описания, которые бы служили нашей общей цели возрождения наших корней, наших истоков. Несмотря на то, что позади меня пейзаж Великого Новгорода, София и Кремль, я хочу сказать о издании, которое для меня особенно интересно. Это издание журнала, которое называется Веденская сторона. Само название говорит о том, что это недалеко от нас и находится Старая Руссия. Веденская сторона это журнал, написанный Рушанами, созданный Рушанами. Его создатель Николай Михайлович Локотьков, известный новгородский художник, но живет он в Старой Руссии. И вот как мы можем и вот что интересно, в этом крае издается журнал очень высокого профессионального уровня, в котором рассказывается о жизни молодых художников, молодых писателей, публикуются стихи, публикуются их работы. И этот журнал очень интересен именно тем, что в нем присутствует то, чему мы должны учить современных людей. Знаете, я о Новгороде могу бесконечно говорить, вообще-то еще с детства наверное все помнят Садко, про Василия Буслаева были иные, ну а более о таком конечно зрелом возрасте, если говорить о Новгороде, я, например, был знаком довольно близко с Дмитрием Балашовым, нашим известным писателем, который здорово писал о великом Новгороде. Вот, и из нынешних наших писателей или ученых я бы выделил конечно Виктора Смирнова, которого я давно знаю, Виктора Григорьевича Смирнова. Оказывается, я не зная того, совсем недавно узнал, что его первый буклет, который был издан еще лет 30 назад, ну вы, молодые, не помните, значит, о Новгороде, был посвящен памятнику тысячелетия России, тоже был им издан. И вот последние книги, это вот «Великий Новгород в веках» и «Россия в бронзе», очень, мне кажется, достойные книги и в каком плане их легко читать. Их можно читать и детям, и взрослым, и старикам. И она познавательная книга, она здорово описывает наш город и ее не скучно читать. Поэтому, мне кажется, вот лучший книг, чем Смирнов последние книги издал «Великий Новгород в веках» и «Россия в бронзе», вот на сегодняшний день мне кажется, не существует. Я хотел бы ему просто выразить благодарность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok